друзья всем привет это кулинария для мужчин и алексей пестов сегодня будем с вами готовить суп из зайчих ребрышек прошлый раз когда я запекал зайца в сметане у меня осталась грудная часть туши там великолепные ребра я придумал их нарубить и сделать из них суп дичь для этого рецепта предоставил компания дикоед который можно заказать кликнув по ссылке в описании ну а теперь показываю продукты из которых мы будем готовить для приготовления этого простого супа нам потребуется грудная часть зайца здесь у нас ребрышки 4 картошки лук чеснок зелень петрушки можно укропа добавить морковка соль растительное масло черный перец и кусок сливочного масла приготовление нашего супа начнем с обработки зайчатина нам нужно получить ребрышки поэтому разрубаем их по по хребту вот такие будут длинные поэтому их необходимо еще раз разрубить теперь разрежем где-то по три-четыре ребрышка все дорезаем оставшиеся ребры переместим мясо глубокую тарелку на время уберем в сторону и займемся овощами до начала нарежем картошку картофель нарезаем небольшими кубиками картофель дорезали переместим его в глубокую миску зальем холодной водой и тоже на время уберем в сторону морковь нарежем кусочками лук тонкими полукольцами хотя сильно тонко делать не надо так средних среднего размера у нас все готово для приготовления супа нарезанные овощи картофель и зайцы масло в казане нагрелось и теперь будем закладывать туда куски зайчатина вначале выкладываем кусочки поклубнее нам необходимо дичь обжарить до такой чуть легкой румяной корочки вот дробина попалась хорошо хоть не на зуб все теперь периодически перемешивая обжарим за частью до румяного состояния его не нужно выжаривать чтобы там вышел сок а потом он начал запекаться должно получиться буквально чуть-чуть он должен подвумяниться ну вот и теперь закладываем в кастрюлю лук и морковку сразу все перемешаем быстренько обжарим минуты две далее нам потребуется подготовленный кипяток поэтому самое время поставить чайник все лук начал немножко становится полупрозрачным теперь самое время залить нашу обжарку водой воды я залил где-то полтора литра или литр семьсот у меня в чайнике было все теперь будем варить это все дело да друзья обязательно не забудьте перед тем как все закипит снять верхний слой там осталось масло оно там будет супе ни к чему когда будет кипеть снимать его будет уже сложнее да огонь тоже надо убавить на семерку он должен не сильно интенсивно бурлить поварим наш суп на умеренном огне где-то минут 35 суп варится под крышку уже наверно минут 40 давайте посмотрим что у нас тут получилось да вот великолепный цвет смотрите какой у бульона не то чтобы конечно прозрачно но все равно красиво сольем картошки воду картошку засыпали в кастрюлю и дадим содержимому кастрюли закипеть когда бульон закипит убавим опять огонь на семерку и будем варить наш суп до полной готовности картофеля прошло наверно минут 15 можно добавить лавровый лист выдавить два три четыре в зависимости от вкусовых предпочтений зубчика чеснока я буду выдавливать 3 немножко черного перца буквально чуть-чуть для аромата потом каждый может себе поперчить по вкусу перемешаем это все дело убавим огонь где-нибудь на пятерочку закроем крышкой и минут десять потомим какой навар получился все друзья можно накладывать обязательно чтобы туда ребрышки в суп попали ребрышки у зайца очень вкусные пускай будет туда еще передняя лапа лопатка ну и конечно же картошки теперь нам осталось добавить немножко зелени петрушки можно укропа кому нравится а можно укроп и петрушку ну вот и все друзья наш суп из зайчих ребрышек готов теперь его можно подавать к столу налейте отдельно сам суп отдельно положить вот эти самые ребрышки поглодайте будет очень вкусно а если вам рецепт понравился обязательно подписывайтесь на мой канал ставьте лайки жмите здесь колокольчик но всеми желаю приятного аппетита всем пока а